Здравствуйте, дорогие садоводы! У нас много вопросов приходит на наш сайт Садовый Мир о текущих делах, которые осенью нужно сделать. И вот, в частности, о выкопке георгинов. У нас уже был снят не один видеоролик о том, как правильно выкапывать и хранить георгинов. Но, тем не менее, все равно люди интересуются, потому что опыта не у многих хватает для того, чтобы заниматься такой культурой. Вот я вам хочу показать уже выкопанный куст георгинов. О том, как выкапывать, вы найдите, пожалуйста, есть видеоролик. Вот дальше, что с ним, с таким нужно делать. Ну, я вот покажу, вот обычными ножницами вы просто берете и отрезаете вот эти вот все тоненькие корешки, которые здесь имеются. Они все равно за зиму подсохнут, могут даже еще подгнивать. Некоторые вот тут поломаны, видно. Потом вот видно вот этот вот, видите, он уже беспомощно болтается. Он для роста нового георгина в следующем году уже никакой роли не играет. Вот не надейтесь, что из такого георгина, то есть вот если вы отрежете, да, вот он сломан был, из такого георгинчика, из такого клубенечка, у вас на следующий год может что-то вырасти. Ничего тут не вырастет. Я объясню сейчас почему. Вот почки у георгинов закладываются вот здесь, вот в районе корневой шейки. То есть это место перехода ствола, вот стволики, место перехода ствола в корни. Вот здесь вот все почки и образуются. На вот этих самих клубнях никогда ничего у вас не вырастет. Вот посмотрите, значит мы обрезали все вот эти корни. Вот что у нас должно в результате получиться, да. Вот такие вот чистенькие промытые корешки. Теперь, если у нас с вами имеются какие-то места поломов или срезов, да, мы их должны как-то обработать. Есть для этого специальные химические препараты, которые называются фунгициды. Например, Максим всем хорошо известный для обработки и клубни-луковиц, и вот таких вот корневищ. Виторос есть фунгицид хороший. Но можно использовать просто самую обычную зеленку. Вот еще и не будет лезть. Тут эта палочка ватная в эту баночку. Она бывает с более широким горлышком, с более удобным. Ну уж возьмем то, что у нас нам предложила аптека. И вот начинаем. Здесь все места. Вот эти вот срезы у нас были сделаны от деления георгинов, да, уже. Вот эти места аккуратненько вот так вот смазывать. Не жалейте зеленки. Лейте так, чтобы это вот было все обильно, обильно пропитано. Чтобы она прям вот это впиталось туда, эта зеленка. Вот. И вот посмотрите. Вот эти вот места зеленки уже обработаны. Это вот был старый клубенек. Представляете, это вот все осталось. И посмотрите, как он хорошо сохранился. Тверденький абсолютно. То есть вот зеленка, она защитила все эти места поврежденные от загнивания и проникновения какой-то инфекции. Очень советую обрабатывать вот эти вот пеньки все, где был стебель. Вот эти пеньки все обрабатывать. Тоже обильно, обильно смачивайте. И вот эти вот все кончики, где вы отрезали мелкие корешочки. Тогда ваши георгины будут хорошо храниться. Теперь давайте поговорим о том, когда же все-таки лучше делить георгины. До хранения или после хранения. Ну, на этот счет существуют совершенно разные мнения. И даже опытные, так скажем, георгиноводы разделяются в этих мнениях. Одни считают, что вот такую деленочку, вот видите, она компактная, она маленькая. Ее удобно куда-то положить, чем вот такой вот огромный клубень, да. Вот такую деленочку. Ее намного удобнее хранить. И она будет лучше храниться, если вот места срезов, вот видите, я здесь сейчас вот все обработаю. Если места срезов все обработать вот в этих фунгицитах и протравливающих препаратах. Очень многие садоводы думают, что вот это вот плохая деленка георгина. Что она слабая, из нее вырастет плохое растение или вообще ничего не вырастет. На самом деле георгин очень быстро наращивает зеленую массу и очень хорошо цветет даже из такой маленькой деленочки. Где появится у нас с вами почка, да вот где-то вот в районе, вот в районе этой корневой шейки появится у нас с вами почка и будет это растение замечательно расти. Вот тоже маленькая деленочка. Я несколько таких растений в этом году вырастила из действительно вот таких маленьких. Вот еще покажу тоже, вот видите, вот этот вот нам обломочек совершенно здесь не нужен, потому что он уже начал сохнуть, а сутки всего прошло после выкатки. Мы его здесь вот тоже вот этот вот срез обработаем аккуратненько. Не забывайте бирки обязательно к сортам прикреплять. Я вот, например, знаю, что у меня здесь за сорта, ну а вы обязательно прикрепляйте. Вот это вот, посмотрите, это был все один корень. Вот эти вот кругленькие, кругленькие вот такие вот клубенечки. Это был все один корень, это желтый патио георгин, который таким шариком растет с множеством-множеством цветочков. Я заметила, что очень хорошо как раз вот хранятся георгины, которые имеют вот такие картофелевидные клубни. И вот начинающим садоводам, кто еще мало имеет опыта общения с георгинами, я всем советую при покупке весной именно выбирать вот такие вот георгины с такими круглыми клубенечками. Они хорошо хранятся. Вот, и вот представляете, я вот этот вот большой один разросшийся корень я разделила. Я хочу попробовать именно так поступать, хотя до этого я вот хранила целиковые вот эти вот клубни, только я их постригала, ну как вот обрабатывала, как вот вы сейчас видите. И промывала очень тщательно, и тоже фунгицидами обрабатывала, но не делила. У меня не очень приспособлены условия хранения для того, чтобы хранить вот такие поделенные клубни. Вы, конечно, понимаете, что здесь сами видите, видите, раневая поверхность какая большая. Это вот был старый здесь клубень, прошлогодний удален, его тоже нужно вот смазать зеленкой будет. И вот большая вероятность, что в моих-то условиях вот такие вот клубеньки могут загнить. А здесь я все тщательно осмотрю, все подозрительные клубни с какими-то потемнениями я вырежу, а остальное вот все попробую положить вот в таком виде и проведу сравнительный эксперимент такой. Посмотрю, что же у меня получится. Вот видите, здесь вот этот вот старый клубень, вот он такой сморщенный, с трещинами, и вот видите, он полый даже внутри. Видно, видно, что он уже загнивший, его, конечно, нужно перед хранением будет убрать. Если вы все-таки решили делить клубни, как нужно это делать? Возьмите, во-первых, инструмент какой-то подходящий, вот либо острый нож, хороший, удобный, вот такой, например, да. С большой, вот с большим лезвием я вот на моей практике неудобный, а вот именно какой-то коротенький, да. Либо вот такой столярный или канцелярский нож с выдвижным лезвием, либо тоже хороший скальпель, остроточный. Как-то аккуратно, не повредив только себя, ни в коем случае вы попытаетесь вот этот вот клубни разделить. Как еще можно делать? Во-первых, каждому кусту нужно свой особый подход. Видите, вот здесь вот три было как бы части, вот эта часть с мелкими стебелечками, и вот два крупных стебля, да. Можно как вот это вот делать? Попробовать потянуть вот эти в разные стороны аккуратно, не резким движением ни в коем случае, а вот попробовать потянуть, потянуть, посмотреть, как он куда ходит. Движения как-то свои тоже скоординировать, куда не просто вы тянете одну влево, другую вправо, да. А вот именно как пойдет ваш клубень, немножечко может быть вектор сместить этого натяжения, растяжения, так скажем, вот этого клубни, и тогда он разделится вот на два кусочка. Где-то можно, может быть, придется помочь вот инструментами. Ну вот так, дорогие друзья, здесь тоже вот так же можно разделить вот это вот одна часть, здесь другая, здесь потом еще тоже вот за две части как-то можно было бы потянуть. Но я вот хочу попробовать эти оставить целиковые. Смотрите, что еще я хочу показать. Вот здесь вот я, к сожалению, сломала руку и не могла делать все сама, и мне помогал муж, и вот тут неосторожно так он потянул вот из земли за стебли. Вот смотрите, что происходит. Отлом, отлом вот этого стебля, видите, вот отлом. И здесь как раз вместе с этим стеблем ломаются и корневые, вот эти вот, вернее, почки следующего года. И, конечно, это потеря ваших ростовых каких-то новых побегов. Поэтому, когда вы капываете из земли, ни в коем случае не тяните за стебли. Особенно, когда вот земляной ком еще вот этот вот оставлен. Сначала землю всю уберите, убедитесь, что вы со всех сторон подкопали, и только потом, как-то поддерживая снизу, вот вы выкапываете. Как хранить способов существует много. Я тоже уже об этом говорила. Кто-то хранит в опилках, кто-то хранит в песке, кто-то оборачивает в газеты в нескольких слоях. Но масса совершенно способов существует. Кто-то парафинирует. Это абсолютно отдельная тема, отдельный о ней разговор. У нас статья, кстати, есть на нашем сайте о том, как парафинировать клубни. Одно я только хочу сказать. Ни в коем случае не упаковывайте эти клубни в пакет. Вот, думаю, сейчас в пакет я положу, там в пакете пересыплю я опилками или там чем-то. И у меня там будет и хорошая достаточная влажность, не пересохнут они, они у вас большой вероятностью загниют. Никаких пакетов. И даже я бы не советовала пользоваться какими-то полиэтиленовыми ведрами пластиковыми, да. Вот. Лучше брать ящики из-под фруктов какие-то, вот с этими ячейками деревянные или коробки картонные. И вот уже тогда где-то как-то подбирать способы хранения из года в год. Другого тут ничего не придумаешь. К сожалению, вот это вот такая культура. Ну что, дорогие друзья, вот посмотрите на эти клубенечки на следующий год. Весной заходите на наш сайт. Будем смотреть, как они у нас в каком состоянии оказались. Удалось ли нам их сохранить. В этом году они хорошо цвели. И посмотрим, что будет на следующий год.